дорогие коллеги здравствуйте дмитрий фашданов приветствует вас сегодня хочу вам рассказать о салонном пеньюаре да да я сегодня хочу вам рассказать о салонном пеньюаре значит уникальный пеньюар который был разработан специально для компании Гинка вот наш логотип вот то что маркировка что она сделана в Японии действительно для салонного использования что только в салоне мы его можем использовать значит смотрите в чем его особенность такая во-первых он сделан из технологической пленки из полистера да сейчас вам достану свой пеньюар который у меня пользуется вот вот так вот выглядит в разработанном виде вот такая вот пленка полистернская основа черная здесь он такой серый у нас также здесь у нас даже у него есть наш логотип компании Гинка значит рассказываю дальше в чем его основная фишка значит смотрите вот много ли вы у вас в салоне много ли у вас салоне наверное пеньюаров которые вы хотите выкинуть по причине того что у вас на них остаются пятна от блондарана от красителей каких-то всевозможных да то есть вас навлекает много и вы хотите его уже выкинуть потому что уже морально устарел и еще он в пятнах уникальность данного пеньюара в том что когда он попал на тест мне сказали что данный пеньюар не нужно не стирать ничего не гладить если же у вас образуется какое-то пятно от блондарана там черной краски вы дмитрий берете спокойно протирается салфеточкой и все будет хорошо ну я естественно этому маркетинговому делу не поддался думаю ладно протестирую прихожу в салон вот значит развожу кристалл перфект 20 черный если вы знаете да вот бондаран все как надо значит наношу на свой пеньюар любимый бондаран пятно достаточно обильно так положил и так солидно много положил кристалл перфект черного чтоб уж наверняка пятно было и ушел на часа два вот к моему удивлению коллеги я когда уже вернулся думаю беру салфетку как мне говорил технолог протираю все это дело вы не блондарана нет 20 пятна нет для меня был шок как так пивали нет пятна нет блондарана не от того или другого этим меня пеневар зацепил то есть благодаря своему надо покрытию которые великолепно отталкивают всевозможные красители мы его спокойно протеряем тряпочкой никаких пятен не остается затем затем когда я весь проделал с данным пеневаром да мне привезли фартук этой же фирмы и чтобы я тестировал фартук друзья честно этот фартук до сих пор тестирую и до сих пор я не получаю нигде ни в одном из фартуков ни в пеневаре ни в фартуке никак не могу добиться чтобы у меня прожгло что-нибудь там этого осветлилось там что-то да там или чего-то другого осталось какой-то какой-нибудь малейшее пятно а нет вообще хотите верти хотите нет конечно но вот подтверждение тому что я уже сколько лет года четыре больше работаю этим пеневаром я все какие-то свои пятна только протираю и собственно не получаю никаких старых пятен вот ему уже много лет и он не как новый вот собственно вот такая вот такой вот уникальный пеневар то есть во первых не нужно стирать не нужно гладить если вы его даже сколько то он выпрямляется и смотрите он становится таким же как он он у вас был ну да тут чуть-чуть есть какие-нибудь ну вот посмотрите в идеале он становится такой же ровный выскажите мне если вы видели еще какие-то аналогичные пеневары поделитесь со мной я протестирую вот какими я пользуюсь пеневарами фартуки если мы сожмем распустим мы сразу видим что они все жеваные а если мы его сейчас скомкаем и положим шкаф и раскроем вообще будет полностью такой жеваный жеваный то тут в данном пеневаре да ну и фартуки то же самое такого мы не получим вот собственно вот такой вот обалденный классные пеневары я вам советую использовать в работе значит еще раз скажу что этот пеневар мы используем в окрашивании в завивке ну и если клиент пришел можно в принципе использовать даже при укладке вот то есть хотя вы знаете я вот тут сейчас вспомнил что когда я видел некоторые ролики в академии сосун они там его даже в стрижках используют но как говорится в инструкции производителя аналогов на русском языке использование для окрашивания завивки и мытья головы ну наверное академия сосун его как-то самостоятельно какие-то свои наработки используют но здесь в описании не сказано то что его можно использовать в стрижках ну честно из своих наработок я конечно один раз пытался его при клиенте который у меня всегда красился я решил на нем попробуйте на нем постричь честно ну как-то стрижках его наверно все таки не лучше использовать лучше его использовать все таки когда мы украсим было два пеневара на тесте один для окрашивания я взял и второй думаю дайте попробую в стрижках использовать но не знаю все таки стрижках я бы его не стал использовать почему сосун его использовать для меня загадка вот значит что еще что еще значит пеневар там он бывает в нескольких цветовых оттенках то есть это вот как вот видите серый есть персиковый и есть такой голубоватый такой цвет очень красивый пастельные тона сразу вам скажу три варианта цвета а еще есть такой знаете фисташковый зеленый зеленоватый бледно 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 фисташковый цвет вот что еще о нем могу вам рассказать ну в принципе наверное все то есть самый ключевые моменты я вам рассказал как его используете его использовать что стирать его не нужно то есть но если вы все-таки если вы все-таки решите его простырнуть на то есть вы его вам не скомкайте то есть там не нужно комкать да то есть и вы его сразу расстелите протрите его софеточкой до аккуратненько и поставьте чтобы он высох то есть он достаточно быстро высыхает у него здесь такие микро дырочки маленькие он достаточно быстро высыхает то есть его еще и называют дышущий пеневар извините договорился вот и за счет этого он еще плюс дышит и великолепно высыхает ну в принципе наверное все то что я хотел я вам о нем рассказать в плане длины ширины его достаточно длинный широким там по моему 130 на 150 где-то сантиметров он достаточно большой поэтому в принципе вот да в принципе все о чем я хотела рассказать будут вопросы пишите спрашивайте поставьте комментарии там какой-нибудь если у вас будет какой-то вопрос всегда буду рад вам ответить всем хороших клиентов хорошего инструмента и точных стрижек с вами был дмитрий каждом спасибо